Когда Марк Сутерберг впервые попал в список Forbes, он был самым молодым миллиардером, построившим свою компанию с нуля. Свои 30 с небольшим он располагает состоянием, которое оценивается более чем в 30 миллиардов долларов. А на то, чтобы добиться таких успехов в бизнесе, Сутербергу понадобилось немногим более 10 лет. До основания Facebook Сутерберг написал немало компьютерных программ. В 12 лет он создал мессенджер под названием Цукнет, которым его отец-донтист пользовался на работе, а мама и сестры – дома. Потом Марк разработал стриминговый музыкальный сервис Synapse. Интерес к программе проявили ООН и Майкрософт, но будущий миллиардер отклонил их предложение о покупке сервиса и трудоустройства. В 2002 году он поступил в Гарвард и ко второму курсу прославился там как компьютерный гений. В 2004 году Сутерберг запустил университетскую социальную сеть по адресу www.facebook.com, после чего решил не продолжать учебу, а заняться доработкой программы. Поначалу сетью пользовались студенты университетов из престижной лиги площадки. Потом Сутерберг с друзьями переехал в Кремниевую долину и нашел там первых инвестиций. В 2010 году Facebook насчитывал 500 миллионов пользователей, а режиссер Дэвид Финчер снял по биографии Сутерберга фильм «Социальная сеть». В 2012 году Facebook разместил акции на бирже и привлек 16 миллиардов долларов. На тот момент абсолютный рекорд для технологической компании. С тех пор количество пользователей соцсети Сутерберга приблизилось к полутора миллиардам человек. Друзья, с которыми он начинал строить компании, судились с ним, утверждая, что он присвоил их изобретение. Зато в Facebook у него десятки миллионов подписчиков.